Вот канадцы подтянулись, канадцы развернули свои флаги с кленовым листом посередине, представляете, что будет твориться, когда Патрик Чан выйдет на лёд. Но датчаны ещё есть какое-то время. 68,22 балла. Лучший результат Кевина в сезоне, а его личный рекорд 81,60. Это кей канадский Сергей Ворон. Не очень убедительное выступление по ходу этого сезона, но потенциально способный на многое. КОНЕЦ Вот! Пошло у Рейнольдса, а когда у него идёт, можно ожидать очень высоких оценок и очень интересного проката. Заминка была перед такселем, тем не менее, спресс. Спортсмен 3,5 чисто. КОНЕЦ КОНЕЦ Играющий. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Трещит по швам, к сожалению, лидерство Сергея Ворнау, потому что за технику уже сейчас видно, что Рейнольдс получает больше. Рассматривали арбитры что-то там, что им показалось не совсем очевидным в каскаде. Четвертой сальхов, тройной тулуп, но зачли его в итоге. И сейчас Рейнольдс выходит на первую позицию. В этом нет практически никаких сомнений. Ликует Канада. Представляете, что будет на следующий год, когда чемпионат мира пройдет в стране кленового листа, в особенности, когда на льду появятся олимпийские чемпионы в танцах и Патрик Чар. Мы не будем пока торопить события. Пока посмотрим, как пройдут соревнования здесь в Ницце. Даже вот комментаторы канадские вскочили со своих мест и поаплодировали Кевину Рейнольдсу. Доволен, разумеется, спортсмен. Понятно, что сейчас он выходит на первое место. Они любят тебя. Смотрим еще раз самые эффектные элементы выступления Кевина Рейнольдсу. Сальхов. И тут же Тулу. Я думаю, что скорее относительно Тулу посомневались. Арбитры. Аксель тоже чисто. Нет, нет, нет. Все-таки Сальхов засчитали с недокрутом. В конце концов посовещались и решили, что Сальхов недокручен. Я тут говорю канадские комментаторы. Не просто канадские комментаторы. Вот прям буквально в паре метров от меня сидит ни много ни мало Курт Брауни. Легендарная личность. Кстати, он первый фигурист Курт Брауни, который исполнил четверной прыжок во время официальных соревнований. Случилось это в 1988 году на чемпионате мира в Будапеште. Так что он стоя сейчас аплодировал Кевину Рейнольдсу. Если об этом узнает вот этот вот спортсмен, я думаю, что он будет большим. А Брауни, действительно, легендарная личность. Четырехкратный чемпион мира. Единственное, что он на Олимпиадах ни разу не попадал даже в тройку сильнейших, несмотря на то, что трижды был представлен на играх. Все время везло кому-то другого. Ну и оцепки. Оцепки, конечно, очень высокие. 72-95. Предполагаю, что он может задержаться на первой строчке. Впрочем, с этим, думаю, совсем не согласен. Денис Тэн. Который выходит на лед сразу после Рейнольдсу. Поехали.